Николай, вы учите играть на гитаре, составляете сборники, как я видела, учебные. Скоро будете выступать. Какое место вообще музыка занимает вашей жизнью, игра на гитаре? Ну, сразу же по порядку. По поводу учебного материала. То есть я написал книгу, это гитарная схема для импровизации. То есть она достаточно быстро у меня расходится. То есть, ну, там запас у меня достаточно много, я напечатал. Вот, это учебный материал для тех ребят, которые занимаются гитарой, то есть, которые хотят продвигаться как-то, хотят усовершенствовать свою игру на гитаре, хотят понять, как импровизировать, с чего начинать. Вот, и я сначала залез в интернет, перед тем, как эту книгу сделать, написать. Посмотрел, нет ли что подобного, потому что интернет достаточно такой бескрайний у нас. Вот, но именно вот так укомплектованных таких вот моментов, материалов я не нашел. Поэтому родилась идея это все в одну книжку засунуть и приготовить материал. Это что касается книги, да. Вот, потом по поводу обучения занимаюсь гитарой с 2001 года, именно преподавательской деятельностью. Гитарой сам стал заниматься уже, не помню, 13 лет. Вот, это уже было 90 какой-то, 90, не скажу, 98, наверное, год начал заниматься где-то. Где-то, ну, плюс-минус, сейчас уже не вспомню. Вот, и концерт у нас будет 29 октября. Это в 18.00, если я не ошибаюсь. Вот, по-моему, да, в 18.00. ВДК Победа, это Московский район, улица Победы, 50-летие Победы, 18. Вот старое здание. Вот, мы будем играть живье. То есть там как мои вещи, так и кавера там известных гитаристов, таких как Стив Вай, кстати, вот это его гитара. Ну, не его лично, то есть это модель его. Вот, потом и Джо Сатриани, Тони Маккалпайн, там Грег Хофф, Гатри Гоун, ТС, классику тоже в современной обработке будем делать. Это Бетховена, там, может, и Глинку получится. То есть, но мы готовимся уже с апреля месяца, наверное, то есть мы начали потихонечку. Сейчас прям плотно стали прям репетировать, то есть прям по три часа собираемся. То есть когда-то раз в неделю, когда-то два раза в неделю. Вот, и плотно-плотно сейчас у нас график такой, потому что вот время кто-то, ну, кто, сейчас мы билеты продаем, там у нас там получается, что в августе там одна цена, в сентябре другая, там и пошло-пошло. И все говорят, что Коль, там, типа, а билеты-то они же, ну, получается, у тебя там, ты еще, ну, концерт еще когда там будет? А для нас это время, оно пролетает вот просто вот так. Мы посчитываем, сколько у нас там осталось репетиций и понимаем, что у нас вот эта вещь не готова, вот эта вещь не готова. То есть, ну, они в процессе, конечно, все приготовятся, то есть они будут все готовы, и я надеюсь, что мы выступим. То есть все нормально будет, потому что, ну, обычно, когда перед концертом, там, вот этот мандраж начинается, это нормально, на самом деле, явление, потому что некоторые думают, что вот чем больше ты играешь, тем меньше мандража вот этого. На самом деле, когда играешь, скажем, там, на каких-то свадьбах, там, или на корпоративах, когда программа, она уже, там, сто лет ее играешь, там, ну, уже не, ну, не боишься. Вот, а такой репертуар, он, скажем так, для искушенной публики, потому что его нужно сыграть так, чтобы, во-первых, не сделать ни одну лажу, потому что музыканты, народ такой у нас очень любитель. Вот ты сыграешь весь концерт хорошо, но если, не дай бог, там, в каком-нибудь там композиции небольшую, там, козявку, допустишь, то скажешь, что вот, там, типа, все-таки хороший концерт, но не без лажа, там, вот. А как известно, на таких концертах даже, там, фирменные музыканты, которые, там, ну, вот именно гастролируют по всему миру, они тоже допускают ошибки, играют, то есть, и, в принципе, это, ну, это, конечно, ненормально, но это и нормально, потому что человек живой, потому что, ну, много факторов влияет, то есть, там, педали лежат, например, там, он не на ту педаль наступил или, там, закнулся в провод, и даже свет, вот, когда светит в глаза, то есть, я помню, мы играли на одном концерте, один звукооператор, он, ой, не звукооператор, светооператор, то есть, он направил пушку на меня, то есть, в глаза, и я гриф даже не вижу, то есть, и не вижу, непонятно, где здесь играть, то есть, ну, это хорошо, что это был саундчек, то есть, я потом попросил, что, там, надо сделать вот так-то, так-то, чтобы, ну, меня не ослепляли, вот, и все нормально было, вот. И вот этот концерт мы сейчас достаточно плотно готовим и продаем уже билеты, афиши, сейчас вот хотим сделать рекламу, там, в магазинах везде, вот, чтобы было все, ну, чтобы все узнали о нем, потому что для музыкантов этот концерт, он интересный, потому что, если человек играет на гитаре, там, или занимается на басу, или, там, на барабанах, для него именно такая музыка несет себе, ну, большой интерес, потому что все группы, которые у нас есть, там, там, которые играют, ну, там, кавер, там, на металлику, там, на еще какие-то известные, достаточно такие топовые группы, классика это уже, классика жанра считается, они есть, но вот эта музыка, она более сложная музыка, то есть, она для более, так сказать, аристократов, что ли, так скажем, аристократов именно в музыкальном смысле слова, потому что здесь нужно уже любить, понимать эту культуру, То есть это уже, эта музыка несет в себе такой заряд какой-то энергии. То есть, например, даже когда ученики приходят на занятия, им, например, что-то сыграешь, и они уходят, говорят, «Коль, от тебя уходишь» и с каким-то таким прям вдохновением, потому что, ну, вот именно когда сыграешь что-то, музыкой как-то заряжаешь. Ну, музыка, она дает такой положительный заряд. И вот я надеюсь, что у нас все получится с этим концертом, и мы все сделаем как надо. Ведь у вас есть еще онлайн ученики, и вы занимаетесь на своей страничке на YouTube 26 небольшим тысяч подписчиков. Почему еще и так решили вещать? Мало учеников вживую? Ну, в Skype это совсем другой мир вообще, другие ученики. Это вся Россия там, и даже западные страны. То есть занимаются ребята там из Германии, из Нью-Йорка один парень, из Англии. То есть это просто другие люди. То есть у них просто все другое, другой менталитет. Но я не скажу, что менталитет прям уж слишком там другой, но все равно в Skype просто удобнее заниматься тем, что ездить никуда не надо. То есть здесь ты сидишь дома, отдохнул, там, скажем, какой-то перерыв себе сделал 15-минутный, попил чаю там или что-то там, ну, как-то там размялся, и следующий ученик наступает. И ученику тоже, ему никуда не приходится, не надо никуда ездить. Вот. И также вот с позволения своих учеников, я даже видео выложил с их занятиями, то есть о том, как они занимаются. То есть мы, например, проводим урок, я говорю, я тебя сейчас буду записывать и буду рассказывать. Точнее не рассказывать, а ну, это просто для, так сказать, для наглядности о том, как проходит урок. Чтобы другие люди, они просто спрашивают, а как это в Skype заниматься? Что это за тема такая? Иногда просто, ну, человек не понимает, что такое. И в Skype, в принципе, сейчас достаточно популярное такое движение. То есть это если даже в Яндексе вести там уроки игры на гитаре в Skype, то там выскочит там такой список преподавателей, вот. И некоторые, ну, здесь опять-таки же поле такое, оно очень много педагогов. То есть их и так, в принципе, много, а в Skype их еще больше. Вот. И здесь для того, чтобы люди понимали, то есть куда они идут заниматься, то есть здесь приходится записывать и видео, то есть чтобы показывать наглядно, чтобы люди понимали, что кто ты такой, то есть чем ты занимаешься, как ты преподаешь. Потому что есть примеры уроков. То есть сейчас вот я вот буду вот этот год записывать уже с учениками, потому что накопился уже багаж учеников, которые уже что-то могут проиграть. Причем такие пьесы достаточно серьезные. И буду уже делать так, чтобы они играли. То есть уже вот, ну, результат работы. То есть потому что всегда должен быть результат какой-то. Вот. А там вам оставляют заявки еще. Покажите то, покажите это, показываете? Да, конечно. Все показываю, все. Потому что, ну, показывать здесь же проблем нет. Потому что камеру ты поставил чуть поближе, например, сюда, а здесь показал там что-то там, раз, отправил быстренько. Ну, это, например, есть форма такая там, вопрос-ответа на сайте. Эту форму люди пишут там, например, Николай, а вот что-то там туда-сюда, туда-сюда. Я раньше эти вопросы все на сайте скоплел. Потом решил просто личным сообщением уже, ну, на почту. Потому что человек, он задает вопрос, оставляет почту свою, и я уже непосредственно с ним связываюсь. И некоторым даже записываю видео прям и показываю, как это. Ну, здесь, конечно, есть такое понятие, как тролли еще. То есть, такие не ученики, а псевдо-люди, которые просто пишут что-то непонятное. И, конечно, это просто я в корзину сразу же. И, ну, даже голову не засоряю. А что касается репертуара, у вас и классика есть. Вы ее сами как-то аранжируете, перекладываетесь? Вот, да, у нас есть две классические вещи, которые мы хотим сыграть. Вот, одну вещь вот мы будем пробовать сегодня, но я бы не хотел ее показывать именно сегодня, потому что мы ее еще сами не успели поиграть. Поэтому это очень опасно. Тем более, когда эта, ну, запись идет. Вот. Еще тоже одна композиция, это две композиции. Это Бетховен, Лунная соната, третья часть. И увертюра из оперы Михаила Ивановича Глинки, увертюра из оперы Руслана Людмила. Это тоже вещь такая. Эти две вещи я играл просто на международном конкурсе, стал там лауреатом. Вот. Вещи очень сложные. Под минус их, ну, когда фонограммы сделаны, когда уже все записано, играть гораздо проще, чем вживую. Так вживую уже, ну, это надо, чтобы все свои партии знали от и до, чтобы у всех, чтобы, ну, сыграться. То есть это немножко посложнее. Вот. Но зато звучит эффектнее. Эффектнее и красиво. И эту музыку, в принципе, ее все знают. Она достаточно такая, ну, интенсивная, очень интересная. Вот. Я думаю, народ не останется равнодушным. А у вас какие-то фонограммы будут использоваться? Там ритм или что-то прописанное? Или все только вживую? Все только вживую будем играть. А в группе вас трое? Вы трое гитаристов или ударный? У нас барабанщик, гитарист еще один и басист. А как нашли друг друга? Честно сказать, я даже не помню, но как-то все по звонку. То есть я позвонил одному, то есть я согласился, позвонил другому. Потом Женя у нас, басист Евгений, посоветовал гитариста. Гитарист, оказывается, долгое время мечтал поиграть в таком составе. Там, вот, как выяснилось. Вот, то есть, ну, жаждал просто. Ну, у людей просто разные интересы. Обычно гитаристы, они хотят подобную музыку играть. То есть это неинтересно творческим людям играть, скажем, каких-то там кавера, там, на попсумы какой-нибудь, так скажем. Но ее тоже, это отдельная тема, ее тоже надо сделать правильно, чтобы все хорошо звучало. Здесь не хочу быть политникорректным, там, да, то есть это тоже музыка, это тоже надо сделать все качественно. Вот, ну, просто как-то вот по звонку так все получилось, и просто как интересы совпались, и собрались, стали делать. А как вот эту музыку можно еще назвать? Вот она не попса, она элитарная музыка, или как? Это инструментальный рок. Инструментальный рок? Ну, да. Хорошо. А как давно вы вместе репетируете? Репетируем мы с апреля. В апреле мы собрались, и стали репетировать. С Юрой мы уже знакомы, с барабанщиком с 96-го года, наверное, то есть мы уже с ним давненько, у нас была там еще на тот момент, там, первая рок-группа, группа «Откровения», тогда еще там мы играли, там, даже альбом удалось записать. Но потом просто мы там распались уже там в 2002 году, и уже даже и забыли, похоронили, в общем, эту команду. А уже в апреле было известно, какой репертуар будет? Ну, в апреле было известно, там, скажем, композиции, может быть, 10, что мы вот это точно будем играть. А потом просто 10 композиций, когда они отрабатываются, прилепляются другие, другие, другие. То есть мы просто в ВКонтакте, когда общаемся, просто там каждый там скидывает, давайте вот эту, давайте вот эту, или вот эту. И уже просто каждый слушает, да, там, это классно вечным, а это там не особо. Вот, и так решается. То есть репертуар просто начинает мясом, что называется, обрастать. И уже, потому что нам надо обыграть 2 часа концерта, заявлено вообще 3, но это будет 3 часа для еще, так скажем, для людей, которые будут перед нами играть. То есть мы позовем еще каких-нибудь музыкантов, которые до нашего основного блока, ну, что-то там, какое-то творчество свое покажут. Вот, и 2 часа мы будем просто уже потом рубить, что называется. А первые у вас только большие концерты? Нет, это не первые, это уже, наверное, ну, это достаточно много уже концертов такого масштаба. Ну, вот именно такого уровня, да, то есть это будет, наверное, 3-й или 4-й концерт, в принципе. Вот именно такого масштаба. То есть это городской концерт, это там со светом, с дымом, там, со всеми, там, с делами. То есть это именно концерт. То есть я не признаю концерты, когда там играют люди, там, в барах, там, каких-то или еще что-то. Это, ну, это, если считать таких концертов, то их уже, наверное, было около 1000, наверное. То есть, ну, это просто люди приходят, там, что-то покупают, сидят, едят, там, а ты там играешь, там, что-то. Вот, это уже как, ну, это концерт, конечно, но уровень просто разный. То есть ты здесь можешь, иногда просто ты натыкаешься на такую мысль, что человек сидит, он даже тебя и не слушает. То есть он где-то там сам в телефоне где-то что-то записывает. А это именно концерт, то есть будут зрители, то есть там стулья стоять, то есть никаких там, ни пива там, никакой там, ни выпивки, ни курения. Ну, то есть, нет, курение понятно, что сейчас вообще не сделано. Вот. И просто люди придут именно на концерт, то есть целесообразно, то есть туда, целенаправленно. Можно мы просто у вас немножко поиграть, а потом, если что, еще выцепить? Давайте потише быстрее, потому что поздно перегрузить. Ну, да, да. Если спорить, то поздно. Ну, да, да. Что-нибудь простенькое для разогрева, для саундчека. А у вас что, не терпят так долго? Ну, у меня ребенок есть, который постоянно вешается на гитару, как только ты, ну, только берешь что-нибудь, начинаешь играть, он вешается на гитару, такой, нет, пойдем, давай поиграем там во что-нибудь другое. Или там, допустим, там, слышишь какую-нибудь знакомую мелодию, интересную, да, в которой там, ну, какой-нибудь 10-10, там, или еще чем-то, вместе начинаешь подыгрывать, он такой, да-да-да-да-да-да-да-да. Минута проходит, все, он опять вешается на гитару. И ни жене, ни ребенку, в принципе, это практически не объяснишь, потому что, ну, если ты целый день будешь сидеть, да, это дело пройти. То есть, как-то, получается, надо раньше вставать, позже ложиться, в наушниках играть, ну, вот как-то вот так у меня происходит. Репертуар, правда, Денис, вас же знают уже? Ну, репертуар, да, знают. Репертуар, почему знают, потому что это репертуар именно именитых каких-то уже людей. Это все равно, что вот мы бы играли, там, как в 17-м веке, там, в 18-м, там, Шопена, Баха, там, Бетховена, то есть, Моцарта, вот. Ну, даже если и сейчас мы это будем играть, то все, в принципе, будут знать уже. То есть, а это современные гитаристы, там, Стив Вай, там, Сатриани. Нет, я имею в виду домочадцы. Вот вы начинаете играть и говорят, что, ой, опять вот эту, давай там, другую, нет? Не выбирают из ваших, из вашего репертуара, любимые. А, это в смысле у нас, здесь? Ну, да, дома, когда репетируете. Нет, про дом, про дом. Дома репетируйте, вы говорите, весь ваш знает уже. А, ну, да, ну, жена, да, она уже у меня все знает, каждую это. Она уже там под некоторой засыпается, там, сыграй вот эту, помнишь, там, вот эту. Я уже знаю, о чем речь, там, уже, там, начинаешь играть. Уже, ну, какие-нибудь медленные, там, медляки, там, что-нибудь начинаешь играть, смотришь уже, там, это, все, там, уже, уже спят. Давай, третью. Ну, да. Вот, а так, в принципе, вот, когда дети маленькие были, они тоже не давали играть. То есть, ты сидишь, занимаешься, там, что-нибудь, ну, просто новое, что-то разучиваешь. Какое-нибудь, у меня двое, то есть, один подойдет, старший что-нибудь, раз, и тоже что-нибудь, там, тыкать, еще соска, там, еще, там, что-нибудь, там, и тоже что-нибудь, там, пальцами, там, возит по гриб. Вот, а сейчас они уже подросли, то есть, и уже как-то смотришь, интереса особого к музыке, к сожалению, нет. То есть, иногда хочется, там, я младшего вожу в музыкальную школу, вот, он там, что-то, там, играет, причем, вроде так, хорошо получается, вот, но такого вот фанатизма пока я не вижу. Может, он потом, как-то, у него, там, проснется, а может, и не проснется, то есть, не знаю, что с этим делать. А вы тоже профессиональные музыканты? Тоже работаете, имею в виду, на гитаре? Нет, не работаем, работаем со стукой Юрой, что-то. А вы, если не секрет, кто, как на жизнь зарабатываете? Кем тоже не работали. Я никак, например, не зарабатываю, я студент, все, этим все скажем. А на кого учишься? Я в Лобачевском, психология, психофизиолог. Сэн? Да. А вы? А я в АТСПЕРе проработал очень много, в разных конторах, крупных, и в Москве тоже. А сейчас вообще занимаюсь металлообработкой в мелкой конторе. То есть, для вас это хобби, после работы просто? А, ну, я бы так не сказал. Все надеются, что нет. Хобби. Я рад, потому что хобби было то, чем... Давай? Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА